А если ты впервые на моём канале, не забудь подписаться. Приятного просмотра. Ну шо там, братик? Там автобусы не ходят, не на чем домой уехать. Так оставайся у меня, погуди. А где ты живёшь? Ну вот что-то по типу вокзала только поезда не объявляют. В общежитии. Да ну даже не знаю. За дверью первое испытание, надеюсь, сильный духом. Ну мне прям интересно, кто там. Седьмой всадник апокалипсиса, всевидящее око Саурона. Посторонние в общежитии? Чё ты сразу не сказал, что это вахтёрша? Включай актёрское мастерство. О, Люциферовна, ты это первокурсник с 230-й. Будем знакомы? Ну проходите, опять новые рожи запоминать. Добрая она сегодня. Видать, с бухлишком кого-то поймала. Куда повесить куртку? На пол бросай, теплее будет спать. Может, лучше я домой на такси? Обойдётся дешевле, чем лечение. Располагайся, а я в душ. Опоздаю, буду купаться в холодной воде. Тогда я в туалет. Понятненько, дома схожу. Прикинь, ещё и в очереди стоял. Хавать будешь? Так у тебя даже холодильник не включён. Зато есть девочки с села. Я лучше домой. Пока тебя не было, я даже одного прусака приручил. Не смогу я тут спать. Сегодня день студента. Пьяные девчонки. Железный аргумент. Прусак, за мной. Настюха. Выбгода, забалдяй. Сыночек. Жопать-то поздоберю. Ты шо глухой, я к кому обращаюсь? Да, батя, чё ты рёшь? Я в наушниках музыку слушаю. Вот это наушники, а у вас бычки в ушах торчат. Да ну какие бычки, Эппл. Да хоть жопу, собирайся, рано утром идёшь со мной на рыбалку. Да ну только закодировали тебя. А рано утром этого сколько? По-твоему, это утро? Такое чувство, что мы рыбу пришли воровать и не ловить. За поплавком следи. А я пока снотворного выпью. Не проще рыбу в магазине купить. Каждый мужчина должен. Да спи уже, философ. Старичок, проснись. Поплавок дёргается. Так а чё ты стоишь, стреляй. Блин, мы на рыбалке. Подсекай на себя. Я пытаюсь. Ща вот такую акулу достанем. Ты в школе вообще учишься, какая акула в реке? Это я образно, давай тяни. Рыбалка удалась, можно домой. Проснуться в 4 утра, потратить бешеные бабки, 5 часов сидеть на морозе. И всё это ради вот этого? Ради удовольствия. Мазохисты вы. Шо ты рыбу тянишь? Права купил, а водить не научился. Ну в принципе, как и большинство водителей. А потом мы удивляемся, почему столько аварий на дороге. Заводи машину. Так а куда здесь? Я вместо тебя уже ключи в зажигание вставил, просто проверни. Ого, система, у бати просто Тесла-мобиль карточку приложил и погнал. А это Тавриа-мобиль, сейчас вероятно, что с толкача будем трогаться. Завелась. Чистое везение, включай первую и поехали. Ну так коробка у вас. Да нужно нежно, как с девушкой. Ну моя просто жёстко любит. Плавно ножками работай. Ну я пытаюсь. Давай, давай, давай. Не могу. Куда ты бросаешь сцепление? Да ну нога затекла. Держись по центру. Да не прижимайся. В зеркало смотри. Да на дорогу тоже смотри. Да ну столько заданий, я не знаю, что делать. Медленно сбрасывай газ. Бросаю. Потихоньку притормаживай. Да что ты не работаешь, я с рукой попробую. Да куда ты полез на дорогу смотри. Да это у вас что-то с машиной. Хорошо, хоть живы остались. Опять пересдавать вождение. Ой, кстати, это ваше. Только следующее вождение на батиной Тесле сдавай. Здравствуйте, говорите, что вам? А, вы заболели? У вас болит горло нужной таблетки? Похмелиться, бояришник, а мне. Мы продаём его только в медицинских целях. Я запомнил тебя. Не аптека, а какой-то алкомаркет. Пенсия маленькая, цены вон подняли на всё. Как выживать-то, а? Бабулечка, что вам давать? Ничего не надо, просто зашла сказать, что у вас аптека дорогая. Следующий. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь. А конкретней? Так в том-то и дело, что я не знаю, что у меня, но видать оно лечится чем-нибудь. Поэтому дайте мне что-то, я не знаю, что только. Кардиомагнил. Дорогой. Мипсин. Говорят, неэффективный. Колдрекс. Я не заболел, у меня что-то просто. Есть что запрещенное, а? Следующий. Да ну поделись рецептом. Следующий. Дайте, пожалуйста, презерватив. Вроде бы всё. Слышишь, продавец. Фармацевт. Фармаколог. Фармацевт. А чё ты такой нервный, жалобную книгу мне сюда? Да за что мне это? Страсть, покажи мне страсть. Я хочу больше эмоций, покажи мне себя. Просто вариван, дофул одевайся, фотографии скину на флешку. Здрасте, а можно фотосессию? Да, конечно, проходите, присаживайтесь. Из-за двери такие звуки доносились. Хорошо быть фотографом. Горячие девчонки в объективе. Спасибо за работу, Альбертик. Не болейте, Клавдия Абрамовна. Далеко не то, что думал, ну хотя бы тёплая. Захотела при жизни сделать фотографию на памятник. Оригинально, сориентируйте по ценам. 2 500. За две фотки 500, цены лояльные. 2 500 за полчаса работы. Сколько? Мужчина, оборудование дорогое. Да мне одну фотографию для одноклассников, давайте какой-то бюджетный вариант. Ни слова больше. Замерли. Фоткаю. Обработаю фотографии и в течение недели скину файлом. Слышишь, голубец, я долго буду ждать, уже полгода прошло. Где мои фотографии? Извините, нет времени, давайте я сброшу исходник вам. Спасибо, не надо, сейчас я тебя щёлкну. Только фотоаппарата у меня нет. Только не по лицу, я фэшн-фотограф. Хозяйка бара. Странные тряпки нам завезли. Девушка, когда вы ко мне подойдёте? Молодой человек, вы вообще нормальный? Мужчина должен в первую очередь добиваться девушку и делать первые шаги. Да вы официантка, дайте мне наконец-то меню. Простите, просто вы так смотрели на меня, вот ваше меню, ловите. Господи, ну и сервис. Это что меню такое жирное? Ой, ну бывает котлетки пожарились, а трелки закончились. Не будут же ж они лежать в сковородке, заказывайте. Да чтоб его выбрать. Девушка, что бы вы мне посоветовали? Ну вот как раз котлетки я бы не советовала брать. Давайте ваше фирменное блюдо и комплимент от шеф-повара за моё ожидание. Я вас услышала. Альберти, комплимент гостю. Пиджак у вас красивый, а глаза какие добрые. Впрочем, что можно ожидать от ресторана с рейтингом в ползвезды? Вам всё понравилось? Прекрасное блюдо, особенно сыр с плесенью. А у нас его нет в меню? Сейчас не понял. А нет, три дня назад вот появилось. А, да? Ну тогда пойду вам чаевых оставлю. И дайте жалобную книгу. Напишите плохой отзыв. Нет, у вас туалетная бумага закончилась. У моей Ламборджини закончился газ. Придётся ехать на маршрутке. Что ты встал в дверя? Давай заходи, быстрее. У меня гонка с соседней маршруткой. Слышь, да что ты разорался? Держи деньги свои. Ты что, первый раз едешь? Это обычный наш маршрутный разговор. Заходи, я передаю. Цирк на колёсах. Мужчина, вы сейчас не выходите? Да я только зашёл, ещё маршрутка не поехала. Вы уже спрашиваете. Дайте мне пройти, вы мешаете. Вам ваше жирное пузо мешает, а не я. Хамло. Может резко затормозить, чтобы они повозмущались? Блядь, ты людей везёшь или дрова? Люблю свою работу. Наконец-то свободное место. Слышь, передать за проезд? За ехать. Передайте дальше. Водитель по-люготному можно? Присаживайтесь, бабуль. Сыночек, сиди-сиди, я на следующий выхожу. Не, ну... Ой, как ножки болят. Говорю, присаживайтесь. Я выхожу сейчас. Хоть кто-нибудь бы бабулечке уступил. Водитель на следующий. Да-да, я ему по... Вы остановку мою проехали. Сказал бы заранее, я постановился. Не там вышел. А сдача? Ну, когда же они успокоятся? Это мама с папой телевизор так громко смотрит? Нет, они просто затеяли ремонт дома. Да сколько можно? Я пятый год прошу тебя хотя бы в коридоре поклеить обои. Мой глаз. Да я на работе постоянно. Пошу как Папа Карло. Любопытной Варваре по лицу настреляли. Вышла на свою голову за тебя, а за мной столько умных мужчин ухаживала. Я верю. А то, что вы не вместе, это доказывает их ум. Хамло. Зайчик, ну что такое? Ты понимаешь, что я устала жить в этих сараях, я хочу красивый ремонт. Да ты хоть раз сделай генеральную уборку и дом будет как новостройка. На что ты намекаешь? Проехали. У меня есть друг строитель. Сейчас расскажет, что почем. Здравствуйте, эксперт уже на объекте. О, а вот и он. Значит, провел я все рассеты и подсеты. Вот столько вам нужно потратить на ремонт. Да за такие деньги можно две квартиры купить. Согласен, не дешевое удовольствие. Ну, знаете. Дети, генеральная уборка. Я в долгу перед тобой. Все хорошо, если кто, звони. Удачи. Хорошо, когда есть друг аниматор. Поживу еще полгодика. Может, ты ошибся дверью? Исключено, я пришел к вам на собеседование по объявлению. Вакансий попрошаек в переходе у нас нет. Вообще-то я претендую на должность охранником. Господи, что же мне делать с тобой? О, может, у тебя какие-то есть рекомендации? Ну, мама часто говорит, ты мой заседник. Ну, тут она, конечно, тебе льстит. Работа просто опасная. Нам спортсмены нужны. Перед вами мастер спорта. Месту против действующей чемпион. Вот с этого и нужно начинать. Охраняешь продуктовый магазин. Макола, посмотри первую кассу. Я же ничего не украла. Смотрит на меня, как будто украла. Что-то украла. Смотрит на меня, как будто не украла. А вот ты и попался, преступник. Да не брала я ничего. Вообще-то у меня орлиное зрение. Мимо меня никто не пройдет. А у тебя вон с подноса магазин выносят. А зубы мне не надо заговаривать. Да ну тебя, каянный. Чё так пусто в магазине? Обокрали. Да, думаю, так быстро всё бы мы не продали. Чё ты вора не поймал? Он оказался с оружием. Ты ж мастер спорта. По шашкам. Понабираем по объявлению. У аппарата. Слышь, братан, погнали в клубец? Да не, прошлого раза хватило. Полгода зубы в себе вставлял. Ходить в клуб дорогое удовольствие. Да если кипиш какой, я за тебя стану горой. Да если кипиш какой, ты побежишь сразу домой. Короче, в 10 часов жду тебя у входа. Слышишь, это хоть нормальный клуб? Ты чё, это самый элитный и самый дорогой клуб. Народ со всего села сюда съезжается. Ну так чё с ты им погнали? Да погоди. Чтоб дешевле было, нужно петь не там, а тут. Видно, жизни ты не знаешь. Нормально гасимся. Чумовая туса. Мальчики, подскажите, где туалет? Прямо по коридору. Спасибо. Ты чё, быгришь, тут мои тёлки подкатывать? Шо ты мочишь? Ой, время позднее, домой пора. Братанчик, не бросай. Пошли выйдем, поговорим. А ты вообще знаешь, кто мой отец? Кто? Обычный работяга, жалко будет, если он сейчас сына лишится. Вот так, внучок, мы и познакомились с твоей бабушкой. Ты навалял ему, и она выбрала тебя. Хватит истории быстро спать. Споки-ноки. А почему ты выбрала меня? Да ты ж в крови весь лежал, жалко стало. Вот этого внуку знать не надо. Заходи. Да ну я как-то стесняюсь твоей мамы. Желтые тюльпаны. Да, она у меня вот такая, сейчас познакомлю. Мама, я дома. Здравствуй, сыночек, а это кто такая? Женщина, выйдите, я же просила не пускать в дом почтальонов. Мама-то это моя девушка. Здрасте. Господи, уже третья за месяц, опять эти сюсюка. Не заходите, дорогие. Ты ей точно понравилась, пойдём. Да я заметила, она нож сильнее в руке сжала, когда меня увидела. Егорчик, нужно к чаю что-то. Ну тогда я сгоняю в магазин быстренько. Не уходи. А мы пока о женском поболтаем. Прости, что накричала, не люблю почтальонов. Несут долги за квартиру. Папаша Егор-алкаш задолжал, теперь разгребаем. Весело. Надеюсь, ты хозяйственная? Да, я очень хозяйственная, по дому всё сама делаю. Помоги свинью зарезать. Да ну вы что, мне паучка убить жалко. Слабенькая, чем на жизнь зарабатываешь? Я фотомодель. Понятно, проститутка. Подбирайте выражение. Как говорит мой сын, эскортница. Ах, вот так? Настя, а ты куда? Больше не пиши мне, придурок. Ты смотри, решила мальчика моего охомутать. Чё девки убегают? Может у нас интерьер плохой? Дорогой, тут опять платежи пришли. Четвёртый раз за месяц я ж только заплатил. Так они их, наверное, наперёд печатают. Да чтоб так зарплата вовремя и без задержек приходила, как эти платёжки. Сколько? Сильно много? Да хуже некуда. Ну а что ты сделаешь? Всё, терпение лопнуло. Сейчас они услышат голос народа. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Что это такое? Так, я не поняла, что за крики, мы что на стадионе? Ты на это посмотри. А мы тут при чём? Это всё типография. Они ж напечатали, а не мы. Зла на вас всех не хватает. Квитанция за электричество. Город меньше платит за освещение, чем я за две лампочки в квартире. Квитанция на воду. У меня в доме не аквапарк, откуда такая сумма? Ну и конечно же, квитанция на газ. Тепла, как от зажигалки. А сумма будто замок отапливают. Ну я не знаю, пробуйте экономить. Да куда ещё экономить, что на улице жить? Макар Винейминович, возьмите себя в руки. Вы всё-таки высокий чиновник. Сами захотели экстрима. Но тарифы всё равно повышаем. А то я строусиную ферму прикупил. Но ты китайская отродие каналы переключай. Здравствуй, моя дорогая любимая бабушка. А что это у тебя такая морда довольная? Я ещё не собираюсь писать завещание. А ну какое завещание? Я просто соскучился, думаю, дай проведаю тебя. Странные обстоятельства, что вы начинаете скучать в тот день, когда мне пенсия приходит. Обидно слышать. А что, пришла? Да, вот это я случайно заскочил. Ну ладно, сделаю вид, что поверила. Сыночек, а посмотри, что с пультом, а то сижу три часа, клацаю каналы, не могу переключить. Бабушка, это от кондиционера пульт. А, я думала, коммунальщики балуются, то тепло, то холодно, то тепло, то холодно. Ну, говори, чем тебе помогать. Не, ну ты посмотри, в чём подвох. А, мама с дому выгнала. Соскучился. Бери тогда тяпку и на огород. Всё, бабуль, миссия выполнена. Мой помощничек. Соседка ругалась. Наш тузик съел её курицу. Какое счастье, а то я не знала, чем его сегодня кормить. Бабуль, я ж тебе помог. Помоги ты мне. Добавь денег на телефон. Внучек, надо было с этого и начинать. Я ж всю пенсию на кондиционер потратила. Ну ничего, хоть тебе помог. Не нужно было начинать прям настолько сдалека. Да ну неужели этот день закончился? Барсик, кс-кс-кс. Шикарная кошачья жизнь. Поспал, яйца полизал, пожрал и так всё заново. Хотел бы я быть котом. Хотя дурная идея. Здравствуй, мой любимый сон. Да чё ты спи, я пока побегаю тут тихонечко. Барсик, там не рано вставать, нахер ты шумишь. Ну всё, прости, согласен, не прав. Спасибо за понимание. Да ты что прикалываешься надо мной? Да чтоб меня кастрировали, оно само упало, я тут ни при чём. А вот это хорошая идея, сделаем. Ладно, буду подлизываться. Дай отдохнуть. Да что-то так жрать хочется, может накормишь? Задрал. Приятного аппетита. А ты ничего не попутал? Ой, забыл, не царское дело хлеб есть. Вот это уже другой разговор. Нужно было хомяка заводить. Я, конечно, дико извиняюсь, но представь, если б ты постоянно срал и не смывал за собой. Давай я тебе утром песок в лотке поменяю. Да не вопрос, кстати, красивые новые тапки. Да ну подожди, куда ты пошёл? Давай всё обсудим. Да выёживался. Я королева ночи... Чуть нарощенные ресницы не слетели. Мама, я дома. Как прошла рабочая неделя? Как у Высоцкого. Спасибо, что живой. Иди отдыхай, а я пока приберусь немножко. Я надеюсь, ты за мной скучала? Весь выходной мы будем только вдвоём. Иди ко мне. Моя дорогая кроватка. Ну здравствуй, сон. Спишь? Да нет, просто решил в темноте полежать. Я просто вещи стираю, думала у тебя есть грязные, спи. Мама, ну я же отдыхаю. Думала быстренько, тихонечко уберусь. Я тоже так буду. Всё сделала, можно отдыхать. У доктора Гештальта новое видео на канале. Алло, доктор. Обожаю интеллектуальный юмор Гештальта. Уснула. Тихонечко поиграю. Я не поняла. Ну а как ты шумела, когда я спал? Я тебя рожала, а не ты меня. Вынашивала, мучалась, воспитывала. Постоянно этим упрекает. Ответ для любого спора. Хотя погоди. Ты же говорила, что я приёмный. Весь день в своём компьютере. Пойди поговори с ним. Жизнь не только заключается в этих игрушках. Чуть-чуть так сразу я. И это, между прочим, твой сын от первого брака. Ты в семье мужик, ну давай я пойду соседа позову. И чем это тут занимается подрастающее поколение? На такое по мелочам провожу конвертацию в биткоинах. Да я так и понял, что садишь в себе зрение своим компьютером. Да я тебе сто раз говорил, это ноутбук. А машина, на которую у тебя запускается только косынка, называется компьютер. А на днях дедушка заходил и говорит, а зачем вам такой большой конкулятор? Неудивительно. Он в плазму воду пытался залить. Со словами, вот это аквариум. Хватит уже облучаться. Настало время жизни тебя учить. Да сколько можно? Дома учат. Бабки в общественном транспорте учат. Такой чувство, что вокруг меня от непреподавателей. Вообще-то это мой отцовский долг. И мать твоя заставила. Можно быстрее, время идет. Вот. Тратишь время на безделие. Я вот работаю, мать работает, а ты шо? В двух этих битках все твои зарплаты за всю жизнь. А я сейчас их вывожу. Сыночек родненький мой. А я маме говорю, отстань от ребенка. Это в рублях? В долларах. Фух, радуйся мамулечка в доме чистота и порядок. Спасибо, я знаю, вчера генеральную уборку делала. Блин, а я целый день как дурак убирал. Ладно, пойду по мою посуду. Так, я не поняла, у нас что, вай-фай не работает или у тебя компьютер сломался, в чем дело? Проснулся и что-то резко захотелось заняться домашними делами. Так же резко, как мне захотелось посмотреть твой дневник. Вечером родительское собрание. Пойду собираться. А пока ты будешь на собрании, я нам лазанью приготовлю. Смотри, чтоб я пришла и отбивные не приготовила. Здравствуйте, уважаемые родители. Я думаю, можно начинать? Да давайте быстрее, уже домой хочется. Любимый, я сказала, мне нужно задержаться на работе. Итак, приступим. Сдайте деньги фонд школы. В классе окна нужно заменить. Щели такие, что детей сквозняк с ног сбивает. Помогите, кто чем сможет. Я извиняюсь, а что по учебе у детей? Да ну как обычно, все бездари, поэтому я с главного начала. Я дома. Отче наш. У меня плохие новости. Мама, мы родственники. Я тоже ничего со школы хорошего не приношу. В этом году тебе Дед Мороз подарки не принесет. А почему? Спросишь у своей классухи. Тогда и ты не принесешь мне подарки на день рождения. Не поняла? Тебя еще и к директору вызывают. Пацаны развлекаются, а я дома сижу. Раньше мама не отпускала гулять, сейчас девушка. Да где это видно было, чтобы под бабы прогинались. Алло. Дорогой, я скоро буду дома. Приготовь, пожалуйста, ужин. Да, любимая, хорошо, я все приготовлю. Люблю, целую, жду тебя. Надо себя поставить просто жестко. Это не последняя девушка в моей жизни. Мне уже даже в зеркало смотреть не надо. Вот мое отражение. Просто одно лицо. Да что, я не этот... Как его... Тагля, забыл. Род, имен существительных. Женский, средний, мужской. И что, я не мужик, что ли? Вот сейчас она придет, а я такой сходу мужик в доме я. Я дома, а что шумишь? Это стул что-то шатается, я его вот это поправил. Ну, хозяин. Это еще не все. В доме я, мужик. Что-то не устраивает, расстаемся прямо сейчас. Егор, прости, Егор. Проснись, Егор, проснись. А что там? Я на работу пошла, не забудь собаку выгулять и посуду помыть. Так это был сон. Зато какой сладкий. И в нем я не был каблуком. Не забудь подписаться. Нашим отношениям уже три года. Тысячу девяносто пять дней я закатываю шар в одну и ту же лунку. Что-то другого хочется, теннисный или баскетбольный мяч. Короче, расстаюсь со своей девушкой и понеслась спортивная жизнь. Но как бы ей так лаконично об этом сказать? Как бы правильные слова подобрать? Да, любимый. Все, мы расстаемся, точка. В смысле? А без смысла, между нами все кончено. Ну, а какая причина, я же тебя не изменяла. Блин, причину я же не придумал. А мне надоели волосы твои повсюду, особенно в раковине. О, меня бросил. А теперь ищем поле для игры. Настюха никогда не отказывала. А, ты уже замужем? Ну, ладно. Как насчет Лариски? На восьмом месяце беременности? Тогда пацанам позвоню, оторвемся по полной. Погнали тусить, я со своей расстался. Как уехали за границу? И шо теперь делать? Позвоню малой, извинюсь и помиримся. Любимая, прости меня, так тебе не хватает. Понял, извините. Мой любимый муж, я с душа. А кто звонил? Тот, кто тебя проеба... Батюшки родные, что же я наделал? История основана на реальных событиях. Так, самое главное, ничего не забыть. Братан, слушай, че придумал? А вот и сумка подходящая. Людям новенькое нужно. Теперь болеть все будут диадемовирусом. Какой же ты креативный. Все мои долги за весь год. Сюда. А ты че, уезжаешь куда-то? ПЛРТС, ты тоже сюда? Сумочка красивая, жаль, далеко не уедешь. Я ж границы закрыл. А вот и не угадал, это твоя сумка и ты проваливаешь. Не понял? Не дошло еще, а ты на время посмотри. Без 10-12, тебе пора спать. Это тебе пора проваливать, сегодня 31 декабря. Так быстро время пролетело. Ой, я же совершенно забыл. Это тоже твое, собирай. Да ну оставил бы на память. Иди отсюда, давай, я Новый год жду. С Новым годом, дорогие соотечественники. С Новым? Ну, крыса. Даже по-нормальному уйти не смог. Здоров. А вы кто? 21-й. Год быка. Теленочек. Быкосеменитель. 20-й. Ну, поехали. Мама! Ну, где я? Кто я? Что вчера происходило? О, пираты. Нужно текать отсюда. А вот и первый пошел. Доброе утро. Доброе. Где-то я тебе видел, лицо знакомое. Мы как бы 30 лет дружим, и я детей твоих крестил. Точно, не узнал, богатым будешь. Судя по тому, что у нас гуляла большая компания, я сегодня стану билгейцем. Братик, здесь небезопасно, нужно валить отсюда. Далеко убежишь, ты как бы у себя дома. А, да? Так вызывай полицию, дом пираты захватили. Так это аниматоры, которых ты сам позвал. Вот это встретил Новый год, ничего не помню. Дайте мне кроссовки. Ого, а куда это он? А он, как и все в новогоднюю ночь. Так, нужно себе обещание дать. В новом году завязываю с бухлом и начинаю заниматься спортом. А, шикарный тост, давай за это выпьем. Наверное, сдержал обещание. Девушка, бутылку минералки. Вот так-то лучше. А с тобой что, ты же не бухал? Есть вещи гораздо хуже. После Нового года. Я двое суток спал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok